Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Существенных осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем 19-21 градусов тепла. Научный сотрудник МГИМО и руководители организации «Международная исламская миссия» и Всероссийского межнационального союза молодежи с лекциями выступили перед студентами Карачево-Черкесского исламского института. Этот семинар по духовно-нравственному воспитанию молодежи организован в рамках проекта «Точка роста». Подобные мероприятия проходят во всех субъектах СКФО. Теперь и в Черкесске. Репортаж Аллы Динаевой. Параллельно с учебным процессом в январе этого года в Карачево-Черкесском исламском институте начали вести ремонтные работы. Это пока первое отремонтированное помещение, где и собрались участники семинара, гости из Москвы и студенты этого вуза. Собравшихся поприветствовал председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджи Бердиев. А ректору исламского института он выразил слова благодарности и поддержки за проводимую работу. Очень красивый ремонт сделал. Если везде так сможешь сделать, это будет очень хорошо. Ничего мы обязательно сделаем. Делаем ничего, да. Самое главное, надо начать. Не испугаться, не бояться, надо начать. Потом сделаем. Я рад встрече с вами в стенах этого института, который является одним из самых первых исламских образовательных учреждений на Северном Кавказе. Обратился к собравшимся председатель Централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия» и один из организаторов данного мероприятия Шафик Пшихачев. Он рассказал о целях и задачах проводимого семинара. «Международная исламская миссия уже 11 лет реализует программу взаимоотношений междунациональных и межконфессиональных отношений, гармонизации этих отношений и в особенности в молодежной среде». В высших учебных заведениях нашей страны не так давно появилась образовательная программа «Теология. Наука о религиозном учении». О его значении и почему так важно иметь и религиозное и светское образование своим видением поделился благочинно Южного Карачаева-Черкесского церковного округа Евгений Суптельный. «Теология необходимости религиозного образования – это, наверное, основная цель, которую мы призваны донести до широких слоев общества». Этнограф-исламовед Ахмед Иерлыкапов проводит социологические исследования с конца 1990 года и бывал во многих регионах и встречался с людьми самых разных религиозных убеждений. Ведь это очень важно, чтобы создавать общую и объемную картину, говорит он. И в Карачаево-Черкесском исламском институте Ахмед Аминович бывал неоднократно. А еще участниками семинара были четыре преподавателя из Египта. Это практикуется давно. Каждые три года исламский институт заключает договор с Аль-Асхарским университетом, и приезжают разные преподаватели. В этот раз своими знаниями со студентами делятся. Среди них есть языковед, есть, который преподает основы ислама, есть также усуль фикх, как бы понимание республики ислама. Также один преподает толкование Корана. Также они еще переходят на уроки истории ислама. И есть свободные уроки про жизнь Абу Ханифа, что имя носит наш институт. Шейх Абдул-Латиф – преподаватель высшей степени опытности. И сейчас проводит занятия студентам по основам юриспруденции, исламской логики и арабскому языку. Что касается нас, эта группа впервые приезжает в Карачаево-Черкесию. Но до нас были группы, приезжали, выполняли свою договоренность между нашим институтом и Азхаром. Мы здесь по контракту на три года. Что касается студентов, их стремление к знаниям, оно выше нормы, можно сказать. И не хочу, говорят, хвалить перед рядом с ним, находясь рядом с ним ректором этого института. Но он там похвалил, по-своему, это все. Остальное сказать, что стремится тут делать все как для студентов, так и для преподавателей. Лекции, дискуссии со студентами и мастер-классы в рамках семинара по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи «Точка роста» на базе Исламского института проходили один день. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Гость нашей сегодняшней программы не просто перспективный спортсмен, он еще и хороший экономист. Ислам Бердиев, выпускник Рудун. И на сегодняшний день он яркая, восходящая звезда спорта. За последние месяцы он успешно стал бронзовым призером чемпионата США. По джиу-джитсу успешно выступил на чемпионате по грэпплингу в Думбаи. И в эти минуты в нашей студии он расскажет мои соведущие Белли Джозаевой о том, как именно он видит развитие такого вида джиу-джитсу, как на Северном Кавказе, о прошедших турнирах и к каким соревнованиям сейчас готовится. Доброе утро всем, доброе утро, Ислам. Рада тебя вновь видеть у нас в гостях. Вот ты мне напомнил перед нашим эфиром, что мы не виделись два года. Но хочу сказать, что за это время, несмотря на то, что у нас происходит в мире, у тебя было несколько престижных соревнований, были победы, были вторые места, были третьи места, был в Америке. Мне бы хотелось, чтобы ты вот по как-то хронологии рассказал, что интересного, что значимого в твоей спортивной карьере произошло вот за это время, с тех пор, как мы не виделись. Ну, за эти, наверное, несколько лет, за эти последние два года, очень много значимых событий произошли для всех нас, особенно если мы говорим о ковиде. За это время, да, я как бы во время всего этого, во время всей этой мировой пандемии я смог поехать в Америку, сумел туда попасть и сумел провести несколько соревнований там. Поехал в штат Техас, выступил там на чемпионате США и занял третье место. Уровень конкуренции, конечно, там немножко выше, чем у нас, и стиль борьбы, он тоже немножко другой, соответственно, где-то я не смог подстроиться, где-то совершил какие-то ошибки. Ну, чемпионат США, третье место, я считаю, что это просто очень круто. Это круто, безусловно, но когда я еду на соревнования, еду туда за первым местом, и призовое место, это, наверное, для всех нас больше утешение, чем победа. Но в любом случае, да, я доволен этим, но в следующий раз я вернусь обязательно за первым. Где-то ты еще был. Да, с тех пор смог выступить, выиграть чемпионат России. В Москве также съездил на чемпионат мира, но так как боролся там с травмой, возможно, и не следовало там выступать, но это был мой первый чемпионат мира, и поэтому хотел получить вот этот опыт и все равно выступил, но, к сожалению, проиграл. Это который в Дубае проходил? Да, который проходил в Абу-Даби. Ну, вот буквально пару месяцев назад мы там выступали, но это в любом случае опыт, и уже на следующий чемпионат мира я уже буду знать, с кем я борюсь, как мне нужно бороться и как мне следует туда готовиться. Вот ты мне рассказал, что сейчас ты тренируешься в Дагестане. Почему Дагестан? В Дагестане сейчас живет мой тренер, один из лучших грэпперов мира, я считаю, это Эльдар Саидов, и в последнее время я прохожу подготовку именно у него. Я считаю, что этот человек, он как бы и сам выступающий атлет, и я считаю, что это будущая звезда мирового уровня, и сейчас он проходит подготовку вот как раз на чемпионат Европы и в дальнейшем на чемпионат мира, и я езжу готовиться туда вот как раз вместе с ним, я подхожу, как бы мы вместе с ним готовимся к соревнованиям, вместе ездим, выступаем, и вообще в принципе, если мы берем Дагестан, это, наверное, кузница чемпионов именно в мире единоборств, то есть если берем ММА, вольная борьба, грэпплинг, бразильское джиу-джитсо, это место, где ты можешь посвятить себя этому виду спорта, и соответствующие, скажем так, вещи, которые окружают спорт, как восстановление, питание, оно там развито. Другой уровень? Да, на высоком уровне. Но я думаю, что ты не забываешь своего замечательного тренера, нашего Марата Алиева. Нет, конечно, потому что в этот спорт, вообще, в принципе, соприкосновение с этим видом спорта я получил благодаря Марату, поскольку после занятий вольной борьбой я пришел к нему, и под его руководством я, в принципе, провел свои первые соревнования по грэпплингу, и вообще, может быть, как раз это и дало толчок к дальнейшему моему развитию в этом виде спорта. Ну, так же бывает редко, чтобы из борьбы перешли в единоборство. У тебя джиу-джитсу, грэпплинг и бои без правил. Насколько я правильно говорю, я не знаю, но, как вы объясняете, это все один вид спорта, правильно? Что-то тебе больше нравится, где-то у тебя больше получается, или как? Ну, занимаюсь я исключительно бразильским джиу-джитсу и грэпплингом. И, да, безусловно, между вот этими двумя видами спорта есть определенные различия. Но я люблю оба этих вида спорта, это, по сути, один вид спорта. Но так как в одном единоборстве джиу-джитсу мы выступаем в кимоно, а в грэпплинге мы выступаем в шортах и рашгарде, это накладывает определенный отпечаток на технику и стиль борьбы, поскольку нет захватов, нет определенных позиций, которые мы можем занимать, допустим, грэпплинги и не можем занимать джиу-джитсу. Соответственно, для меня джиу-джитсу – это больше шахматы. Это место, где ты больше должен думать головой, там больше захватов, и это больше как раз игра в шахматы. А грэпплинг – это более скоростная борьба, там можно какие-то моменты решать за счет физической силы, где-то за счет скорости, и она более динамичная, и, соответственно, я считаю, более травмоопасная. Ислам, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что ты один из самых образованных спортсменов у нас. Ты закончил РУДН в Москве, профессия экономическая, специальность. Ты работал вообще по своей профессии? Да, я и работаю сейчас. Я занимаюсь именно в этой сфере, работаю менеджером. И работаю дистанционно, помогаю своему отцу в каких-то аспектах, так как отец занимается бизнесом. И понятно, что основное мое время сейчас занимает именно спорт. Но в этом направлении, скажем так, я стараюсь тоже развиваться, поскольку в дальнейшем я планирую все-таки свою жизнь связать именно с бизнесом, именно с бизнес-сферой. Ну а как же спорт? Это будет тренерская, может быть, работа. Ты сможешь уйти из спорта? Или ты будешь заниматься для себя? Как вот ты это видишь? Думаю, что из спорта я не смогу уйти, поскольку две недели без спорта оставляют на мне просто неимоверный отпечаток, депрессию. И я просто не могу уже без спорта. Соответственно, если даже я буду заниматься чем-то другим, то спорт как минимум три раза в неделю будет присутствовать в моей жизни. Возможно, в дальнейшем бизнес будет связан именно со спортом, именно с джиу-джитсу, поскольку для меня... И вообще, в принципе, джиу-джитс – это коммерческий вид спорта отчасти, поскольку очень много звезд занимаются джиу-джитсу. В этом виде спорта очень много денег. Его спонсируют арабские шейхи, его спонсируют очень много людей, и он развивается. Я считаю, что в этом спорте люди могут зарабатывать хорошие деньги за счет тренерства, за счет, может быть, изготовления каких-то аксессуаров для джиу-джитсу. То есть можно заниматься бизнесом здесь. Ты видишь развитие на Северном Кавказе этого вида спорта? Да, я считаю, что... Ты же совсем юный, молодой человек, и смотришь, я думаю, смотришь вперед, вот как-то понимаешь в этом? Да, я считаю, что развитие этого вида спорта, оно безусловно будет. Конечно, оно безусловно на Кавказе. Все дело, наверное, опять же, отношения именно самих людей, властей, опять же, обстановки. Этот вид спорта, он подходит очень многим людям. Если мы берем, допустим, вот я занимался вольной борьбой, этот вид спорта нельзя назвать спортом для всех. То есть туда, да, ты до определенного уровня, до определенного возраста ты ходишь на такие единоборства, как вольная борьба, но ты не можешь этим заниматься в 70 лет или в 75, потому что это все равно динамичный, травмоопасный вид спорта. А джиу-джитс – это вид спорта для всех. Им может заниматься ребенок, может заниматься женщина или пенсионер. То есть, будучи в Америке, я видел людей, которым 80 лет, и они занимались этим видом спорта. Потому что выступая на соревнованиях, каждый борется в своей категории. Поясное разделение, категория по возрасту, она тоже разделяется. То есть я борюсь в категории от 18 до 30 лет, но там есть категории от 30 до 35, от 35 до 40 и так. То есть это без возраста спорт? Это спорт без возраста, и мы не соприкасаемся с друг другом. То есть я не буду бороться с человеком, которому 70 лет, или 60 или 50, допустим. А вольная борьба, да, у них проводятся определенные турниры для ветеранов, но зачастую там бывает такое, что выступая на чемпионате Москвы, человек, который буквально два года назад начал заниматься единоборствами, он может выступить и бороться с чемпионом мира, допустим. То есть немножко разные, скажем так. Нету такого поэтапного развития. Насколько я знаю, сейчас ты готовишься на чемпионат Европы, да? Ты в процессе подготовки сказал, не ездишь на соревнования. А куда ты собираешься? В Молдавии будет проходить чемпионат Европы и DC. Это отбор на чемпионат мира, который пройдет в Лас-Вегасе в этом году. И это будет... В мире грэпплинга это самый серьезный чемпионат. И в принципе, если взять, наверное, с России нету, насколько я знаю, нету ни одного чемпиона мира именно в этой версии. И поэтому хочется всегда настраиваясь на лучшее, всегда хочется бороться с лучшими и выступать среди лучших. Сейчас готовлюсь туда, подтягиваю свои физические кондиции, техническую составляющую и вот скоро вернусь обратно в Дагестан на подготовку. Ну, мне остается пожелать тебе только победы. Я желаю тебе только первого места. Верим в тебя. Я знаю, что у тебя еще будет много побед. И спасибо, что нашел время, пришел к нам в гости. Спасибо вам большое. Спасибо. Около 30 войлочных ковров, выполненных как в традиционном карачаево-балкарском стиле, так и в современном варианте, могут увидеть посетители музея Рум-Кала в селе Учкикен Малокарачаевского района. Авторы работ – семья художников Узденовых из Кисловодска. Приурочили экспозицию памяти карачаевского просветителя Ислама Крым-Шамхалова. На открытии выставки побывала шерифат Лепшокова. Свои войлочные работы Амина Марина Узденова не раз выставляли в крупных музеях страны и за рубежом. Но, по признанию художника, экспозиция в стенах родного музея в Учкикене вызывает особенное чувство. Оценивать работы мастеров будут местные жители, знающие о войлочном искусстве не понаслышке. Еще недавно в каждом карачаевском доме можно было увидеть ковер, выполненный руками старшей роты – бабушки. В XIX веке войлок выполнял не только декоративную, но и практическую функцию. Им утепляли дома, покрывали столы и диваны. А в XXI веке это искусство оказалось на грани исчезновения. Художники Амина Марина Узденова по крупицам собирали узоры, выезжали в отдаленные старинные карачаевские и балкарские аулы. Так они вернули народу практически утраченные рисунки. При изготовлении традиционного войлочного ковра необходимо скрупулезно соблюдать все правила технологии, говорит Амин Узденов. Работа в современном стиле позволяет быть менее консервативным. Дипломную работу защищал по живописи. И все время через перевал в Карачаевск мы каждую неделю, можно сказать, наблюдали Эльбрус. И это у нас в душе всегда было. И всегда я на своих коврах где-то 50 цветов, этими 50 цветами шерсти и работаю как художник, живописец, своими красками. Художники создают свои волшебные ковры Кииза и приглашают всех в свой мир, в котором переплетается прошлое и настоящее. Так, работая над этим ковром, мастера вдохновлялись древними коптскими узорами. Просмотрев эту книгу, мы с ней, с супругой, вот эту работу где-то год в основном что не получилось, чтобы вокруг ковра обрамление не могли поймать, чтобы сочеталось с серединой. Это было самое долгое и самое мучительное. Проработав только один год, только потом взялись его сделать. И где-то 2-3 недели только мы его сделали, очень аккуратно каждый кусочек вымеряли. Амин и Марина Узденовы не раз становились победителями различных конкурсов. За уникальные успехи в деле возрождения семейного творчества и традиционного прикладного искусства недавно они были награждены престижной региональной медалью выдающегося карачаевского художника и просветителя Ислама Крымшамхалова. Амин Узденов увлечен не только войлоком. В его доме хранятся предметы быта карачаевцев, это арба 1936 года выпуска с колесами, с сохранившейся надписью, что они турецкого производства. А совсем недавно житель станицы Староживой животновод Рамазан Чучаев передал в дар арбу для валов, сделанную собственными руками. Раньше эти животные были нередки в хозяйстве карачаевцев. Рамазан Чучаев и сейчас поддерживает эту традицию. Благодаря ему коллекция Амина Узденова пополнилась еще одним экспонатом. Ширеват Левшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. ВГТРК проводит конкурс для юных медиаталантов в возрасте с 11 до 17 лет. Это уникальная возможность получить бесплатную путевку в лагерь «Артек». Сто победителей отправятся на солнечное побережье Крыма и примут участие в совместном проекте программе «Море медиа» в период с 21 июня по 12 июля. Срок подачи заявок на участие завершится 5 апреля. Дети смогут попробовать себя в роли журналиста, режиссера, оператора или корреспондента и отдохнут в кругу своих сверстников. Подробная информация размещена на сайте артек-2022 в гтрк.ком. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Левшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова